Вот написано обращение в прокуратуру. Копию губернатору и снимки. Симбирский курьер уже напечатал. Вот, значит, подписи есть. Но некогда было все подписи собирать. Временно бумажные процедуры действительно, что говорится, в обрез. На кону судьба хоккейной коробки в парке Матросова. Однако, как подчеркнула вице-мэр Ульяновска Инна Митрофанова, это и не парк вовсе, а территория дополнительного образования. А потому и решать ее дальнейшую судьбу увольны лишь городские чиновники. Поэтому мы согласились на предложение Министерства спорта установить здесь футбольную площадку для того, чтобы дети спортивной школы занимались занятиями по футболу, общей подготовкой, своей специфической подготовкой на этой площадке. А как насчет детей, которые не заняты в спортивной школе по футболу «Волга»? Ответ на этот вопрос уже готов. Вставай в очередь, приходи поиграть по предварительной записи. Если же не набралось определенное количество желающих, жди дальше. В первую половину дня есть возможность проводить занятия общеобразовательным школам по запросу. Что касается вечернего времени, опять-таки, организованные какие-то группы жителей, тоже здесь будет предоставлено время для занятий. Волноваться не о чем, заверяют городские чиновники. С их слов, на бывшей хоккейной коробке каталось от силы 3-4 человека. А сейчас целых 15 групп детей смогут заниматься на современном футбольном поле. Мнения родителей разделились. Одни апгрейдурады, ведь дети всегда под присмотром и недалеко от дома. Другие переживают. Но больше не за своих детей, а за дворовую территорию, которая превратится в бесплатную парковку. Трое из моих детей занимаются, например, футболом. И когда сказали эту новость, что здесь будет футбольное поле, оно будет с покрытием, для нас это, наоборот, это радость какая-то для родителей. У нас раздолбана проезжая часть двора, у нас раздолбан тротуар. Алексей Александрович, у нас сейчас депутат 34 округа знает эти вопросы, мы ему туда писали. И к нам сейчас будут ездить машины и опять раздолбить. Мы не можем сейчас дворника нормально нанять, чтобы металл по нашим ямам. За благоустройство парка отвечает городское управление образования. В год на его развитие выделяется всего 400 тысяч рублей. На эти деньги можно лишь поэтапно укладывать новый асфальт, красить заборы и бордюры. А вот деньги на строительство детского футбольного поля выделены по федеральной программе. Уже к лету у детей будет современная детская площадка, вагончики с душевыми кабинами и раздевалками. Александра Никитина и Данил Сурков, Управда ТВ.